Всем привет! С вами я Александр Демидович. Сегодня 24 декабря 2018 года и наконец подошел тот момент, когда я должен с вами поделиться результатами опроса, которые мы с вами вместе проводили ненавязчиво. Скажем прямо, вопрос стоял таким образом. Кто на сегодня, по вашему мнению, легитимный мэр города Полтава? Мамай или Шамота? Но, что я вам могу сказать? За Александра Шамоту, за то, что он легитимный мэр, проголосовало 36% участников опроса. За то, что это Александр Федорович Мамай, это 64% проголосовало. Ну, кто ни за того, ни за того, мы сейчас говорить не будем. Итак, Александр Шамота имеет довольно-таки, с одной стороны, серьезный, с другой стороны, прямо скажем, смешной процент, 36%. Все бы ничего, я бы, может быть, на этом и остановился, на этом анализе. Ну, 36 и 36, и бог с ним. Если бы вчера Валерий Прятко, депутат областного совета, представитель социал-демократической партии, сподвижник и соратник всех сентябрьских событий и после того Александра Шамоты, не написал мне публично вот такую вещь. Да ладно, то вы так думаете, не расписывайтесь за всех полтавцев. Я начал задумываться, вдруг это действительно, я один так думаю и на эти опросы так реагирую. А по поводу опроса Валерий написал вот так. Опытывания проводят лише фахивцы в социологии. Это такая соби наука, целая наука. Вы социолог, спрашивает он меня. Да, действительно, социология это наука, я это признаю. И я не являюсь социологом или научным исследователем в этой области. Я задаю короткие вопросы, на которые я пытаюсь услышать ответ полтавчан. Но этот вопрос, понимаете, я вам скажу честно. Я не думаю, что я поступаю плохо, я ищу истину, я ищу правду. И правда вот она в чем, да. 64% полтавчан видят мэром города, легитимным мэром Александра Мамая. Но все бы то ничего. Но вот последний вопрос, являюсь ли я социологом, мне задает Валерий Прядко, который сам по себе. Давайте посмотрим на его биографию. Значит, он окончил педагогический институт, учитель истории и географии. Большую часть своей жизни он работал в различного рода фармацевтических фирмах, реализуя их продукцию. То есть историк и географ занимался фармацевтикой. Мало того, он стал директором коммунального предприятия Полтава Фарм даже. Его взяли на два месяца, на временный период. В результате он больше двух, по-моему, лет там пробыл. На нем, кстати, уголовное дело было открыто, именно по Полтава Фарм. Ну вот пойми, разбери. И этот человек задается вопросом, социолог ли я и в праве ли, в моральном ли праве я задавать такие вопросы полтавчанам и делать исследования в этом. Да, я имею на это вполне право в рамках закона задавать полтавчанам такие вопросы и слышать на них ответы, пытаться услышать для того, чтобы найти правду и донести правду. И еще один нюанс. В связи с вот этим всем, что Валерий Прятков в мою сторону задавал такие вопросы, я на них отвечал. Кстати, он меня в результате заблокировал. Он не захотел видеть дальше того, что я делаю, мою работу. Но это его проблемы. Я проанализировал, кто же за Александру Шамоту голосовал. Вот этих 36%. И вот здесь начала выясняться вот такая вещь. За него голосовали с различного рода страниц, вот вы видите, да, которые свежеоткрытые страницы. Также я вот увидел, вот человек из Карловки голосовал каким-то боком. Вот вообще пустая страница. Вот с Машевки человек голосовал. Ну и вверх всего мужичок за 50%. То есть это не все люди, которые голосовали с каких-то страниц, довольно часто непонятных. Либо свежеоткрытых, либо вообще нулевых, фейковых. То есть мы должны понимать, что это люди довольно часто... Это боты. Ну, это так называется. Хотя бот это робот, ну а здесь это ботами уже можно называть этих людей. Я просмотрел на 36%. Я около 30 человек таких нашел. То есть процент резко будет падать, если мы будем дотошно выяснять, кто же за кого проголосовал. Так же самое я не стал отминусовывать тех людей, которые из-за партийной солидарности, они должны голосовать за своего мэра. Ну, бог с ними, бог им судья, пускай они так и думают, пускай они так и голосуют. Это их проблемы. Но я вам скажу честно, что предыдущие два опроса отлично показали, что лично у Александра Шамоты рейтинг порядка 13-14%. Ну, здесь все хором навалились, вплоть до лидера партии даже, я вам скажу, пан Каплин даже голосовал здесь, принял участие в этом опросе. Они таки натянули 36%. Но вы должны понимать, что на ближайших выборах вот так все и будет происходить. Нам будут пудрить мозги, втирать надуманную правду. Власть не хочет реальности. Власть хочет жить в своем мире. Она его создает и в нем живет. Всем хорошего настроения. Власть хочет жить в своем мире.